Ее можно пристегнуть к любому грузовику, будь то КАМАЗ или ГАЗ-66. Также ее можно перевозить и с помощью бронетранспортера. Ульяновцы во главе с руководителем организации «Боевое братство» построили модульную баню для бойцов. Работали совместно с предприятиями, изобретали и возводили вместе и рабочие, и инженеры, и общественники. Прицеп для сооружения предоставили товарищи из Цельнинского района. Было принято решение позвонить на Ульяновский сахарозавод и попросить, нет ли у них подобного прицепа. И я обратился к Нелли Николаевне Золотцевой, она пошла нам на встречу, ей большое спасибо. И этот прицеп был найден здесь, и ребята тут, инженерный цех, они помогли этот прицеп полностью поставить на ноги. Не просто парная, а мобильный банный комплекс. Стиральный блок тоже предусмотрен. Комплектующие выбирали тщательно, чтобы не было частых поломок, и бойцам не приходилось отвлекаться на ремонт. Дизельные генераторы, два мощных насоса – это главные органы сооружения. Потому что наливать воду очень неудобно будет, даже если из крана, сами понимаете, диаметр маленький. А мы сейчас приобрели большой фекальный насос, который может оперативно быстренько накачать в минуту более 200 литров. Это для чего нужно? Для того, чтобы ребята во время передвижения будут передвигаться. Вода закончилась, любой водоем, озеро, пруд, речка, кинул насос, где-то, наверное, трубу, шланг пожарный возьмем метров на сто, и к нему же возьмем кабель. Магия превращения железного каркаса в уютное чистое место свершилась на заводе модульных сооружений. Мы работаем по всей России, производим модульные здания, именно мы производим и здания военного назначения, работаем очень плотно с Росгвардией, работаем с УВД, работаем с обычными общественными, больницы строим. На предприятии сварили два бака. Они рассчитаны на 4 кубометра воды. По подсчетам разработчиков, такие объемы позволят одновременно помыться 12 бойцам. Печь дизельная будет на дизельном топливе. Прогрев и все. Будет прогреваться емкость печи, порядка 60 литров сама печь. Недели кропотливой работы даром не прошли. Незаметная для врага, комфортная внутри. Помощница наших военных скоро поедет на фронт. В этой бане можно не только помыться, но и высушить одежду. В модуле установлены три сушилки для белья. Скоро эта баня отправится в батальон Свияга. Дождливым мартовским утром у городской администрации собрались общественники и политики. В баньку они погрузили гостинцы для земляков. Не первый день мы уже собираем гуманитарную помощь, оказываем поддержку нашим ребятам, которые проходят службу в специальной военной операции. Дальше нужно приниматься по батальону Симбирск, потому что там пока волонтеры привезли в баню такие передвижения, каркасные бани. Мы следующую поездку уже тоже планируем. Заказали специальные рации. Все присутствующие проводили Николая Лазарева на фронт. Он решил отдать долг отчизне. Ветеран Афгана и известный активист не смог остаться в стороне. С огнем в глазах и позитивным настроем глава боевого братства едет вновь защищать родину. Виктория Черкова, Герман Баранов, Даниил Сурков, Геннадий Бухтояров.